Водоснабжение без перебоев Вытащили с того света. Пензенские медики вылечили пензячку с 90-процентным поражением легких. Список лучших. В канун Дня строителя в областном центре обновили доску почета работников отрасли. Теперь подробнее об этих и других событиях. Пензенская область подала заявку на получение из федерального бюджета в 2022 году более 3 миллиардов рублей. Эти средства направят на решение проблем водоснабжения. Об этом сообщил Олег Мельниченко во время прямой линии в социальных сетях. Вопросов от жителей поступило много. Несколько обращений было из Бессоновского района. Там, как заверил временно исполняющий обязанности губернатора, работа уже ведется. Наша съемочная группа в этом убедилась. Проблема с водохи для жителей Бессоновки отнюдь не новое явление. Очень часто можно обнаружить, что напора в кране совсем нет. Особенно это заметно летом, когда ее потребление за счет сельскохозяйственных нужд заметно возрастает. Порой спасают дожди, но ненадолго. Многое зависит еще и от географического положения улицы. Перебой воды появляется непосредственно только вечером, когда идет большой объем потребления воды у населения. Ну и здесь уже происходит снижение давления воды. В зависимости, кто чем занимается. Либо поливается, либо уже по коммунальному хозяйству, то есть обслуживанию. Вода хорошая, все как положено. Ну а нету как такового напора. По всей видимости, разбор идет большой. Вот и напора нету. Работают эти приборы домашние. Та же самая стиральная машинка, чтобы постирать. Женщины там мучаются с ними. Котлы сейчас стоят эти газовые автоматы. То же самое. В частности, нехватка воды в последнее время коснулась улиц Тюрина, Нагорных, Максюшина. А это около ста домов. Все они зависели от одной скважины, которая служила более 40 лет. Но ее запасы оказались небезграничными и стали иссякать. Поэтому возникла острая необходимость в новом источнике. Об этом говорили и на прямой линии временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко с жителями региона. Я хочу сказать, что в Бессоновке сейчас осуществляется бурение новой скважины. Соответственно, в ближайшее время мы это закончим. И я думаю, что будет нормальный напор воды. И водоразбор будет, в принципе, для людей уже на нормальный водоразбор. То есть дефицита воды не должно быть. В ближайшие дни рабочие уже приступят к благоустройству. Ну а в дома воду из нового источника пустят в течение двух недель. На это выделили около 6 миллионов рублей. Благодаря чему все проблемы должны быть решены. Уже точно не будет перебоев. Скважина проборена на 300 метров. И дебет у нее будет 16 кубов. Это достаточно. В разных районах мы делаем. Где у нас есть проблемы, мы ее стараемся решить. Мы делаем документацию, ходим в программы и борем. Как говорят местные власти, о проблемах с водой жители должны забыть надолго. Новая скважина прослужит не менее 30 лет. По факту гибели мальчика 2019 года рождения в результате пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР. Напомню, трагедия случилась в среду вечером в рабочем поселке Лунино. По предварительным сведениям, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки. Кроме погибшего ребенка, есть еще четверо пострадавших. Это его бабушка и ее трое малолетних внуков. Сейчас они находятся на стационарном лечении. Чтобы предотвратить подобные происшествия, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды. В один из таких отправился и Юрий Конгуров. Профилактическая работа госпожнадзора в последнее время все больше принимает бесконтактный характер. Остается единственное средство донести важную информацию. Опустить памятку в почтовый ящик. Впрочем, иногда поговорить вживую все-таки удается с теми, кто вышел на улицу. Обязательно покос травы, чтобы потом все это будет влиянно. Видите, вот у нас порядок наш всегда. Пусяжем, ажижем. А потом вы куда-то вывозите траву? Конечно, в мешки, на мусорку. Сжигать запрещено, да? Нет, вышелка сжигать нет. Разводить огонь на открытом воздухе нельзя, потому что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Также немало обращаем внимания на состояние электропроводки. Так как у некоторых людей в плачевном состоянии находятся электропроводки, а нынешние электроприборы сейчас очень энергоемкие. И перенагружают электросель, что часто приводит к коротким замыканиям. С начала года в области случилось почти 2000 пожаров. В них погибло 58 человек, кроме них пострадало еще 29. В связи с этим сотрудники МЧС продолжат призывать людей быть бдительными в повседневной жизни. С обратной стороны здесь имеется QR-код. Можете скачать приложение МЧС России, там более подробная информация будет обо всем. Также разделы для детей. Всем необходима информация, новости. Все там можно найти. Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд на дорогах областного центра. Его цель была выявить водителей, лобовые и боковые стекла автомобилей которых затонированы сверх нормативов. Закон не позволяет покрывать их пленкой, пропускающей менее 75% света. Только в этом году два человека погибли в результате аварии, произошедших по вине людей, нарушивших такое правило. Госавтоинспекция призывает автовладельцев добровольно отказаться от затонированных стекол и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. Управляя транспортным средством, светопропускание передних стекол которого не соответствует требованиям действующего законодательства, водитель создает угрозу безопасности дорожного движения для всех участников. Недостаточная видимость становится основной причиной дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов и столкновениями транспортных средств. Особенно в темное время суток и при плохих погодных условиях. Владельцу слишком тонированной машины первым делом предлагается снять пленку. Если это удается сделать на месте, то все ограничится штрафом в 500 рублей. Если нет, сотрудник ДПС выпишет предписание. Срок его исполнения не более 10 суток. В случае несоблюдения требований инспектора нарушителю грозит более серьезное наказание. Штраф может увеличиться до 4000 рублей. Предусмотрены и другие меры. Обязательные работы от 40 до 120 часов и даже административный арест до 15 суток. Кстати, в ходе этого рейда было выявлено 5 таких нарушителей. Еще 90 были задержаны впервые. Теперь о коронавирусе. Ситуация с распространением инфекции в регионе остается напряженной. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 сдали еще 237 пензенцев. Таким образом, общее число заразившихся за все время пандемии у нас составило 57 606. Закрыли больничные 68 жителей нашей области. Итого в списке излечившихся теперь 46 615 человек. Однако увеличилось и количество жертв опасного недуга. В нем уже 1731 пациент. 22 из них скончались накануне. Настоящее чудо сотворили медики 2-го отделения Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи. Фактически с того света они вернули к жизни больную, которой было 90% поражения легких. Борьба за ее жизнь продолжалась более четырех недель. Вот сегодня женщину выписали домой. Это их последняя встреча перед расставанием. Более месяца Асия Ивлева была пациенткой Ларисы Балдиной и ее коллег по второму отделению Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. 3 июля в момент госпитализации пензячка была на грани жизни и смерти. Когда вы к нам поступили, и мы сделали вам КТ, у вас было поражение 90%. Я думаю 65-70% от силы. Но это выживают все. Да, и никто. Мы, конечно, очень-очень-очень надеялись на то, что вы выживете, что вы выкрапкаетесь. Вы это сделали. С нашей, конечно, помощью. С вашей, только вашей. Огромное вам спасибо. По словам инфекциониста, в ее практике это первый случай спасения пациента с таким процентом поражения легких. Помогло интенсивное лечение и отсутствие у Асии хронических недугов. За каждого больного мы переживаем. И поэтому страшно то, что она такая молодая, погибнет. Но когда мы сделали КТ еще раз, мы несколько раз ее делали, когда на КТ положительный динамик 60%, вы знаете, ну, как-то вот, я говорю, до сих пор вот она, дрожь, присутствует. Но было вообще, ну, я не знаю, чувство радости. Неделю вообще я как бы ничего не ощущала. Только вот кислородом под кислородом. Ведь не отходили врачи от меня, медсестры. Теперь женщине предстоит долгий реабилитационный период. Но самое страшное уже позади. До того, как заболеть пензячка не успела привиться. Теперь же через полгода сделает это обязательно. Берегите себя. Я вот всем родным сейчас говорю. Я тоже как бы в это не очень-то верила. Но когда уж сама заболела, теперь всем родным говорю. Беречься, беречься. И маски, и руки обрабатывать. И прививаться. Коронавирус опасен своими последствиями, поскольку способен дать серьезные осложнения на различные органы. Уберечь себя от них действительно можно, сделав прививку. Массовая вакцинация населения в Пензенской области продолжается. Какие препараты сейчас есть в наличии в медицинских учреждениях региона и кому прививка противопоказана, расскажем далее. 21 тысяча комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник Ви» доставлено в Пензенскую область. В настоящее время в прививочных пунктах региона имеется 4 вида отечественных препаратов. Кроме вышеназванного, это еще «Спутник Лайт», «Эпивак Короны» и «Ковивак». Решение о том, какое именно применить, определяет лечащий врач в зависимости от состояния здоровья и на основании осмотра, который каждый пациент проходит в обязательном порядке. При этом остаются те, кто в принципе не идет делать укол. Одна из причин наличия антител. Однако специалисты говорят, пока не определен показатель, точно оберегающий человека от заражения. Вот этот уровень много, не определен рекомендациями, этот уровень не установлен даже Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому такого уровня высокого не существует. В связи с чем врачи рекомендуют прививаться, и тем, у кого есть антитела, ведь чем выше их уровень, тем лучше. Советы дают и тем, кто боится прививки из-за хронических недугов. Лица, страдающие этими заболеваниями, наоборот, составляют группу высокого риска тяжелого течения инфекции, либо высокого риска тяжелых осложнений инфекции. Поэтому лица, страдающие этими заболеваниями, наоборот, в первую очередь должны быть вакцинированы. Но не в момент обострения хронического заболевания. Сейчас в Пензенской области работает 74 кабинета вакцинации в медицинских учреждениях. Действуют прививочные пункты и в крупных торговых центрах. Кроме того, выездные бригады готовы прибыть в любую организацию или на предприятие по предварительной заявке. Маломобильную группу населения обслуживает на дому. 70 школ Пензенской области в этом году получат современную технику в рамках национального проекта образования. Часть компьютеров, их придет в регион около 2000, уже поступила. Очень много другого дополнительного оборудования. Квантуриум в втором лице открывается, тоже дополнительно приобретается оборудование. Но самое значительное я бы выделил в следующий момент. В этом году за счет средств областного бюджета идет строительство, пристрой губернанской лицеи. И вот туда уже торги мы провели на 300 миллионов суперсовременного оборудования для губернанской лицеи. Вот это, пожалуй, самое основное. Сколько новых школ и детских садов будет построено в регионе, а также какая техника поступит в учреждения здравоохранения и что делается в Пензенской области для безопасности дорожного движения, вы узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего канала сегодня в 19.15. В наш регион прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в Российской Федерации Джонсон Агара Олва. Он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко. Во время переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества по нескольким направлениям. Все подробности далее. Такого в Уганде не увидишь. Перед началом официальной части визита представителей дипмиссии Африканского государства в губернаторский дом – небольшое знакомство с культурой сурского края, а именно мастер-класс по изготовлению абашевской игрушки. Хорошо. А теперь, значит, вот на палочке вот так. Все. Все? Все. Да. Сюда немножко добавили. А, ну это уже будет. И вот сюда. И вот получается. Но все-таки главная цель приезда посла Уганды в Пензу – это налаживание сотрудничества. Дипломатические отношения связывают два государства с 1962 года. Теперь же их развивают и на региональном уровне. Одним из важнейших аспектов взаимодействия участники встречи назвали сферу образования. Планируется, что студенты из Уганды будут учиться в нашем городе. Вчера, посетив пензенские университеты, мы подписали несколько меморандумов о сотрудничестве российских вузов с университетами Уганды. Мы надеемся на значительный прогресс в этой сфере, так как до сих пор в Уганде недостаточно знали о российских высших учебных заведениях. Не менее важна сфера промышленности и торговли. В этом году пензенское предприятие заключило первый за 10 лет контракт с представителями Уганды. Общий товарооборот на национальном уровне в 2020 году составил около 280 миллионов долларов. Также стоит отметить, что сотрудничество с этим государством открывает перспективы для работы со всеми странами Восточно-Африканского Союза. Мы заинтересованы в расширении внешнеэкономических контактов Пензенской области с Республикой Уганды. Вообще основная цель нашей деятельности состоит в том, чтобы помогать реализовывать экспортный потенциал наших предприятий. Мне кажется, есть достаточно неплохие шансы развивать гуманитарное сотрудничество, в том числе в сфере образования. После переговоров с руководителем региона посол Уганды встретился с представителями торгово-промышленной палаты области, где обсудили перспективы экономического сотрудничества на международном уровне более подробно. Также наш регион в эту пятницу посетил министр здравоохранения Ливанской республики Хамад Хасан, провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко. Стороны обсудили сотрудничество в сфере медицины и подготовки кадров. На сегодняшний день между Пензенским госуниверситетом и арабским государством уже существует договоренность о сотрудничестве. Около ста студентов из Ливана получают образование у нас. Я хочу отметить хорошее отношение к республике Ливан. С каждым годом оно только укрепляется и развивается и в плане медицины, и в плане образования. Мы открыты для более тесного сотрудничества. Для нас очень важно, чтобы те начинания, которые уже на протяжении нескольких лет осуществляются здесь, на Пензенской земле, совместно с Пензенским государственным университетом продолжались. И очень надеюсь, что мы все наши проекты будем продолжать, углублять. Мы готовы сотрудничать не только в сфере образования. У нас, наверное, может быть более широкий круг взаимоотношений с сотрудничеством. Поэтому Пенза открыта для работы с республикой Ливан. На встрече стороны договорились продолжать взаимодействие по обучению ливанских студентов в пензенских вузах, программы обмена, а также обсудили возможность использования в Ливанской республике высокотехнологичных медицинских изделий, которые производят в нашей области. Сегодня Олегу Мельниченко вручили удостоверение кандидата в губернаторы Пензенской области. Процедура проверки документов, которые он подал в региональную избирательную комиссию, в середине июня полностью завершена. Качественно, очень оперативно была проведена работа по проверке моих документов, по проверке представленных в избирательную комиссию подписей. И обязуюсь проводить избирательную кампанию честно, без нарушения избирательного законодательства. По оставшимся четырем кандидатам еще по двум заканчиваются проверочные мероприятия. И в принципе мы в начале недели, понедельник, вторник, будем готовы по ним принимать решение по двоим. И еще двое до конца следующей недели тоже по ним будет принято решение и проверочные мероприятия закончатся. Следующий этап после регистрации – участие кандидатов на пост главы региона в агитации в печатных и электронных СМИ. Напомню, до выборов губернатора Пензенской области остается чуть более месяца. Они пройдут в период с 17 по 19 сентября. Мы ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами. Обновляйтесь. Мечтайте о большем. Больше возможностей уже сегодня. С кредитами на любые цели от Банка Кузнецкий не нужно откладывать жизнь на потом. Ближе к вам и к вашим мечтам. Банк Кузнецкий. Потому что свой. Жители Пензенской области могут получить дополнительную государственную поддержку. Ее предоставляют на основе социального контракта. Право заключить социальный контракт имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане. Среднедушевой доход которых, по независимым от них причинам, не превышает величины прожиточного минимума. При расчете среднедушевого дохода семьи заявителя учитывается размер прожиточного минимума. По социальному контракту предлагается помощь по одному из направлений. Ежемесячные выплаты на время поиска работы и помощь в трудоустройстве. Выплата до 250 тысяч рублей на организацию собственного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Выплата до 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Чтобы получить социальный контракт, необходимо подать заявление на выдачу соцконтракта, собрать пакет документов, паспорт, документы, подтверждающие состав семьи, сведения о доходах членов семьи за три последних календарных месяца. Обращаться необходимо в органы социальной защиты по месту проживания. Их адреса и контакты размещены на социальном портале Пензенской области. В разделе организации. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 километров в час не страшно? Это те самые 10-15 километров, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Организация «Похорон». 30-55-55. Круглосуточно. Мы продолжаем. В ближайшее воскресенье строители будут отмечать профессиональный праздник. По традиции, в канун этой даты в Пензе открыли обновленную доску почета работников. С лучшими представителями отрасли пообщался Петр Голубев. Именно благодаря их труду в Пензенской области появляется все больше жилых домов, промышленных зданий и социально значимых объектов. Утром в пятницу строители отложили в сторону свои рабочие инструменты. Для этого у них есть приятный повод. Накануне их профессионального праздника обновили доску почета. Места на ней заняли 20 портретов настоящих мастеров. Так, например, на своем предприятии Алексей Волков единственный, кто трудится на станке для плазменной резки металла. Это стало большой неожиданностью. Вообще, я рассчитывал попасть на доску почета нашу местную на заводе, а тут оказалось то, что вообще на областную доску почета. Поэтому я даже был немного удивлен. Вообще, я сам себе просто люблю работать с лесарем. Мне устраивает. Я даже не знаю, как это описать. Просто так получилось. На доске почета оказались представители самых разных специальностей. Сварщики, слесари, монтажники, бухгалтеры, руководители предприятий. Вне зависимости от должности, радовались такому успеху все без исключения. Рядом с их фотографиями название 10 передовых компаний региона. Причем немало здесь и новичков. Для нашей компании это очень важные события, так как это впервые, и мы висим на доске почета. Так как это компания новая, и законодавал уже себя за такое положительное время, уже как надежного такого подрядчика, хорошего, серьезного, берущегося за большие заказы, и выполняющего их в полном объеме. Как отмечают специалисты, строительная отрасль в области развивается. Так, темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом составили 102%. Не помешал этому даже рост цен на материалы. Строительство идет на всех объектах, которые идут и по нациопроектам, и жильем устроим, и по программе стимулирования жилищного строительства, в том числе и за счет федеральной составляющей строим объекты. То есть, в целом, мы должны все те программы, все показатели, которые есть по этому году, должны выполнить. Свой профессиональный праздник строители по традиции отметят во второе воскресенье месяца. Таким образом, его официальной датой в этом году стало 8 августа. Более подробно о результатах развития, перспективах, а также проблемах отрасли в нашем регионе будут говорить сегодня в программе «Экспресс-тема». Собеседником Павла Прохоренкова станет Виктор Галкин, руководитель Ассоциации строителей Пензенской области. У нас в советское время мы наполовину, где-то около 500 тысяч квадратных метров жилья задавали, а сейчас мы сдаем под 900. И каждый год наращиваются темпы процентов на 10. Так что мы должны выйти, может быть, к 23-му, к 24-му, но один метр на жителей Пензенской области. Мы же и социальный объект, у нас и школы, и садики, мы же их не отбрасываем в сторону. И идет ремонт, школы, садиков, домов культуры. Чем сегодня привлекательна профессия строителя, меняется ли качество жилья и как повлияла реализация нацпроектов на отрасль, узнаете сегодня из программы «Экспресс-тема». Не пропустите в эфире сразу после этого выпуска программы события. Сегодня православные верующие вспоминают священноисповедника Иоанна Оленевского. Именно в этот день, ровно 70 лет назад, он окончил свой земной путь и, как верят христиане, предстал перед Богом. По этому случаю в селе Соловцовка торжественное богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Молитва за тех, кто создал и содержит храм в селе Соловцовка возносится на каждой службе. Именно здесь покоится мощь от того, чье имя известно далеко за пределами Сурского края. Сюда едут из соседнего Саратова, из златоглавой Москвы и даже из далеких уголков России. Очередная годовщина представления этого святого и теперь собрала под куполом храма огромное количество людей. Мы не можем здесь не быть. Это жемчужина земли Пензенской. То есть мы все это ищем, далеких каких-то святынь, святых, еще какие-то места. Вот, пожалуйста, батюшка Иоанн рядом с нами. Можно приезжать. Еще при жизни Иоанн Оленевский снискал уважение и авторитет, причем не только со стороны простых верующих, но и со стороны духовенства. Например, известны случаи, когда к нему за советом или даже за разрешением вопросов епархиального уровня обращались некоторые иерархи церкви. Подвиг веры этот человек нес стойко и искренне, начиная с самого детства, когда вместо уличных забав уделял время молитве и чтению писаний. Уже в советские годы не раз подвергался гонениям и даже избиениям, но смиренно переносил все удары судьбы. И эта его безграничная преданность Богу просто не могла быть забыта. Свидетельства о несомненной святости Иоанна Калинина передавались из поколения в поколение. А секрет в том, что священный исповедник, он главной целью своей жизни поставил снискать Царствие Небесное. Невзирая ни на что, он шел к этой цели. Невзирая на то, что окружает вокруг его, что меняется, что ему противостоят даже в достижении этой цели. После божественной литургии священники поблагодарили верующих за совместную молитву и отслужили молебен по отцу Иоанну перед ракой с его мощами. К этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. До встречи. Завтра на западе Пензенской области будет ясно без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем плюс 28, плюс 30. В восточных районах Пензенской области тоже ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, днем 28-29 градусов тепла. В Пензе ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, днем 29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 46 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова